День образования Волжской природоохранной прокуратуры В каждом регионе, который входит в бассейн Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, задачи в принципе одни. Это надзор за соблюдением законов об охране глыжающей среды. Другое дело, что поскольку мы говорим о Волжско-Каспийском бассейне, от Тверской области до Астраханской, а еще и в 2021 году Волжско была включена Республика Дагестан, Республика Калмыкия, мы можем говорить вообще о различных экологических проблемах, характерных для того или иного края. Для этого есть множество причин и климатических, и просто географических, ну и различная, соответственно, сфера более развитая в том или ином направлении промышленности или народного хозяйства. Но задача одна — обеспечить надзор за исполнением природоохранного законодательства. А у Тверской международной природоохранной прокуратуры основные, вот если по пунктам брать задачи, какие? Именно эти. Другое дело, что основными проблемами в сфере охраны окружающей среды, которые мы можем выделить, которые актуальны всегда, и они везде есть, это, конечно же, охрана водных объектов, охрана реки Волги и впадающих в нее водных объектов, защита от загрязнения. Это обращение с отходами, охрана атмосферного воздуха, охрана особо храняемых природных территорий, защита лесов от негативного воздействия. Ну и, в общем-то, любой компонент природы, оказание негативного воздействия на него неминуемо влечет негативные последствия на природу в целом, поскольку мы говорим о системе, об окружающей среде. Тут задач очень много, и такие все непосредственно, где мы живем, чем мы дышим, все это в совокупности, с кем приходится работать, потому что одной прокуратуре с этим не справиться явно. Естественно, прокуратура, как высший надзорный орган, в первую очередь осуществляет надзор за соблюдением законов уполномоченными органами власти в области охраны окружающей среды. Это органы власти, органы местного самоуправления, это в том числе организации, деятельность которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Это если мы говорим про поднадзорные органы, но есть и другие структуры, с которыми мы очень плотно взаимодействуем. Это правоохранительная система, МВД, ФСБ, Следственный комитет, поскольку выявление экологических преступлений также входит в сферу нашей деятельности. Мало того, мы очень активно участвуем в исковой работе, то есть у нас порядка больше 50 исковых заявлений в суд в год направляется. И наказание существенное, как у нас законодательство предусматривает для связанных с порчей окружающей среды? Разумеется, есть наказание административного плана, то есть это штрафы, предупреждения, приостановление деятельности тоже может быть. Есть уголовная ответственность за совершение тех или уже уголовно наказуемых деяний. Если мы говорим про обращение в суды, то очень часто мы привлекаем к гражданской ответственности. Ну не совсем ясно, что это такое, я скажу проще, к примеру. Это возмещение вреда, причиненного окружающей среде в результате размещения отходов на почве, в результате сброса сточных вод, неочищенных или недостаточно очищенных водные объекты. Либо же через суды мы понуждаем органы власти, местного самоправления или хозяйствующие субъекты выполнить те или иные обязанности, которые будут направлены на защиту окружающей среды или на проведение конкретных природоохранных мероприятий. То же самое. Ликвидация свалки, обеспечение очистки сточных вод, постановка на кадастровый учет особо охраняемых природных территорий для обеспечения их защиты, проведение лесоустройства. Это очень широкая сфера деятельности, но так или иначе она связана, первое, с тем, чтобы сохранить тот природный потенциал региона, который есть, и защитить его от негативного воздействия. Особо охраняемые объекты у нас какие природные? Что это такое вообще? Много ли их на вверенной вам территории? Ну, скажем так, есть территории, которые представляют особую экологическую ценность, не только экологическую, научную, культурную, эстетическую, историческую. И для этого создаются в силу конкретного закона, в рамках закона, особо охраняемые природные территории. Они бывают разных видов, разных категорий местного, регионального, федерального значения. Тверская область примечательна тем, что их, ну, очень много, ну, около тысячи. Ничего себе. 998. Большая часть из них, 992 регионального значения. То есть, какой экологический потенциал имеется у Тверского региона? И как много территорий нужно охранять? И вот, чтобы обеспечить эту систему охраны, чтобы она работала по-настоящему, приходится принимать немало мер. Чем вы, собственно, и занимаемся? Чем мы занимаемся? В том числе, через запятую. А если мы говорим, продолжим, так сказать, охрану, особо охраняемые природные территории, ООПТ, как вам воспринято говорить, что нужно сделать в первую очередь? Нужно поставить их границы на кадастровый учет, чтобы не выделяли земельные участки в границах ООПТ, то есть, чтобы этот заповедный фонд не отчуждался, чтобы он остался неприкосновенным. Мало того, установление границ и установление режима охраны, то есть, утверждение нормативных документов, где будет прямо прописано, что это такое, что можно делать, что нельзя делать, это основа, чтобы предотвратить какое-либо негативное воздействие на эти объекты. У нас в этом направлении работайте-работайте, поскольку около половины ООПТ пока на кадастровый учет не поставлено. И большая часть из них пока правой режим только-только устанавливается. И мерами прокурорского реагирования мы работаем уже много-много лет над этим. То есть, сейчас уже мы видим резкое увеличение активности у полномоченных органов, и мы во взаимодействии с ними работаем, изучаем проекты нормативных правых актов, которые устанавливают режим охраны, особо охраняемых природных территорий. В общем-то, пока ведем работу, чтобы они у нас были оформлены, установлены в законном порядке. Когда ООПТ оформлены, то можно эффективно их охранять, что уже также активно и делается у полномоченными органами. Если у полномоченные органы что-то где-то не дорабатывают, ну, на то прокуратура есть, чтобы их направить в нужное русло. Алексей, вот сейчас в нашем разговоре мы часто глагол произносим «защищать». Вроде все живем на нашей русской земле, вроде все воспитывались в одних школах, родились и воспитывались в наших семьях. Это, естественно, уважать и защищать природу. Откуда это все берется? Откуда берутся те, от кого надо защищать? Откуда берутся свалки? Те, кто вырубает деревья? Те, кто нападает на наш, сбрасывает в Волгу и в притоке грязную воду? Что это такое? Вы знаете, практика прокурорского надзора, если даже по-человечески просто сказать, основные причины нарушения закона, почему люди нарушают закон, алчность и равнодушие. Алчность, то есть не хотят вкладывать деньги в природоохранное мероприятие, которое позволит, к примеру, сбрасывать чистую воду. А чистой поставить? Конечно, конечно. Или своевременно убрать мусор. Или вывезти мусор на полигон, а не в лес. Не экономить бензин, не экономить деньги. А тут видишь, что 200 метров проехал, сварил лес, уехал. Алчность и равнодушие. Вы знаете, вообще-то, ну, в принципе, нет проблем вывезти мусор куда нужно, чтобы это было законно. Также нет проблем с тем, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию очистных сооружений. То есть все продумано, да? Да. Нужно выделять деньги, это само собой. Но именно недостаточность культуры, отсутствие, я прямо скажу, любви к природе, к своей родине, вот следствие именно отсутствия любви влечет в то, что люди просто нарушают закон. Просто, ну, не хотят, ну, относятся равнодушно. Нет ценности, а ценности — это наше все. Любовь — это наше все. Поэтому, конечно, здесь в первую очередь нужно сказать о том, чтобы люди сами соблюдали требования, чтобы сами берегли то, что есть. Потому что любой порядок начинается с каждого человека конкретно. Просто не мусорить. Конечно. Куда можно обратиться к вам, вот если кто-то видит какое-то нарушение? Вы работаете с людьми с такими звонками, да? Конечно. Мы работаем. Работают уполномоченные органы в сфере охраны окружающей среды. Их тоже немало. Но мы в любом случае принимаем обращение. Мы это делаем. На личном приеме к нам всегда можно прийти. Можно к нам направить обращение почтой. Проспект Победы, 35. Можно направить обращение по электронной почте. Я рекомендую делать это через сайт Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, куда Тверская межрегиональная природоохранная прокуратура входит. Обращения в этом случае принимаются в установленном порядке и рассматриваются обязательно. Для нас рассмотрение обращений граждан – это вообще отдельная история. Это особо, так сказать, важное направление деятельности, к которому мы подходим крайне ответственно, чтобы все было в сроках, чтобы все было в полном объеме. И, соответственно, приняты все исчерпывающие меры. Если мы какие-то обращения перенаправляем в подведомственные нам органы власти, поднадзорные, если правильно сказать, так же следим, чтобы они рассматривали в установленном законном порядке и принимали необходимые меры. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Алексей Сутягин, Тверской межрегионный природоохранный прокурор. У меня так же, как я присоединяюсь к словам Алексея Александровича, уважаемые друзья, не мусорить, это наша земля, давайте ее любить. Спасибо вам. Благодарю. До свидания и будьте здоровы.